Доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game. И сегодня мы пробежимся по одному из проектов, который располагается на платформе Rage.mp и называется он GTA 5 Up. На данный проект я уже заходил, было это давненько, поэтому нет у нас кастомизации персонажа, сразу же появляемся на карте. Я пытался здесь что-то поснимать, побегать, но мне показалось, что проект абсолютно сырой и в общем-то не было смысла никакого дальше продолжать съемку. Материал я удалил, ну а в дальнейшем мне не удавалось попасть на этот проект вот вообще. Сколько я раз не пробовал зайти, постоянно грузится, грузится, грузится и ничего не происходит. И вот наконец-то, не знаю, что-то свершилось и я смог зайти на этот сервер. Ну а прежний мой визит был связан с новой работой, которую они рекламировали в одной из групп ВКонтакте. Я зашел посмотреть на эту работу и она мне показалась недоделанной, поэтому я и не стал дальше снимать. Ну и вот я опять на этом проекте и сейчас сможем все посмотреть, в общем-то все пощупать и увидеть все своими глазами. Но проект встретил меня недружелюбно. И я даже не имею в виду те 50 с лишним попыток безуспешно сюда попасть. Как я уже сказал, постоянно грузится, грузится и все срывается. В общем-то, ладно, не в этом дело. Я зашел и вот выбрал телефон, чтобы найти ближайшую точку аренды. Такое есть, да, и можно уже увидеть, что очень это что-то напоминает. Ну ладно, мы видим строку, где есть аренда автомобилей. И в общем-то раз, она вот совсем рядышком. Бежим туда. Да, но не зря мне показалось меню в телефоне очень знакомым. И да, это обычная RedAge сборка, которую я показываю не знаю какой раз. Это самая популярная RedAge сборка, которая доступна в интернете практически для бесплатного скачивания. Поэтому данный проект базируется именно на ней. Но вот прикол. На RedAge здесь есть аренда, а вот здесь ее нет. Телефон показывает, а ее нет. Если посмотреть по карте, то да, вообще точка аренды существует. Но блин, всего одна на всю карту. Всего одна точка аренды. Бежим туда. И что же здесь? А здесь я подумал, что со мной опять кто-то шутит. Я стою четко на месте, где должна быть аренда, но ее здесь нет. А оказывается она есть. Но во-первых, это не точка аренды автомобилей, как это написано в телефоне. И она находится немножко сбоку и немножко выше. И это точка аренды мотоциклов. Ну и в результате оказалось, что да, на карте есть отмеченная всего одна точка аренды автомобилей, на которых стоят мотоциклы и стоят они немножко в стороне. Навигатор приводит вас на старые места, которые принадлежат RedAge сборке. Но не всегда там остается та самая аренда. То есть вы выбираете точку аренды транспорта, бежите, но вообще не факт, что там что-то будет. Но иногда, иногда приводит правильно. Поэтому полагаться на навигатор на этой сборке, ну я бы не рекомендовал. Ну и давайте переходить дальше и попробуем пройтись по рабочим занятиям на этом проекте. Здесь все не очень просто. Начинаем с телефона. Телефон, естественно, взят с RedAge. Выбираем GPS. Здесь есть, как и на RedAge, список работ. И мы можем заметить, что это один в один те самые рабочие занятия, которые есть на классической сборке RedAge. Слово RedAge, наверное, придется упоминать очень часто, потому что действительно за основу взята вот именно эта сборка. Но сделана она, я бы сказал, не очень хорошо. Ладно, что ж, выбираем первую профессию. Профессия электрика. Ну и пока мы едем до этой профессии, хотелось бы разъяснить, в чем здесь сложность. А дело в том, что здесь есть список профессий, которые в телефоне, которые принадлежат этой сборке. Но помимо них есть еще ряд каких-то работ, которые уже добавили разработчики этого проекта. Но как добавить их в список этой сборки, они, видимо, понятия не имеют. Поэтому остальные профессии надо искать уже методом тыка. Методом тыка по карте. По каким-то иконкам. Ну, в общем, как-то вот пользуясь своей личной интуицией. Потому что, как я уже сказал, внедрить в телефон оставшиеся добавленные профессии этой разработчиками, они, видимо, не смогли. Поэтому надо вот пользоваться то телефоном, то собственными глазами и картой. Ну, в общем-то вот. Ну, мы уже подъехали к работе электрика. И тут налицо главное отличие этой сборки от сборки Red Edge. Это то, что трудоустройство здесь происходит непосредственно на точках. А не как на классической сборке через мэрию. Две точки. На первой мы устраиваемся. На второй мы идем и получаем обалденные белые штаны электрика. Ну, а далее все то же самое, в общем-то, показывать здесь нет смысла. По-моему, эту работу знает даже тот, кто вообще в GTA никогда не играл. Она очень старая, примитивная. В общем-то, даже, не знаю, вот, ну, есть ли смысл что-то вообще здесь говорить. Так как я-то уже точно знаю эту работу наизусть, поэтому я не задержался здесь надолго. Да и к тому же задерживаться нет смысла, потому что аренда мопеда пропадет через 15 минут. То есть больше 15 минут здесь, в общем-то, существовать нет смысла. Движемся дальше. Все так же. Пользуюсь телефоном, выбираем из списка. Следующая работа это почтовый служащий, ну, или курьер. Ну, и вот вы можете сейчас заметить, что это вообще абсолютно стоковое. Прямо вот классически стоковое, какая была на Red Age, когда я еще там играл. И то еще в мои времена, когда я был на Red Age, эту точку заменили, потому что здесь написано, что это прачечная. И ее перенесли в более антуражное место. Здесь же не тронуто вообще ничего. Вот абсолютный сток. Ну, а показывать ее нет никакого смысла. Все то же самое. Ездим по точкам, доставляем посылки. 10 штук. Выбираем следующую работу, которая представлена в списке, принадлежащей этой сборке, а не этому проекту. А на сборке и следующая работа газонокосильщиков. Ну, всеми тоже узнаваемая, всеми знакомая. И неоднократно мною показана. И даже на проектах Arma 3 я показывал эту работу. Но вот беда. Приезжаем на точку, навигатор приводит, все замечательно. Но только работы здесь нет. Ее выпилили из проекта. Но вот как сделать так, чтобы люди сюда просто так не ездили, разработчики, видимо, не знают, как это сделать. Вот и получается, что информация о рабочем занятии есть, в телефоне есть, навигатор ведет, а рабочего занятия по сути нет. Я объехал все поле, нету, там вообще ничего нету. Но что же делать? Выбираем следующую профессию и на самом деле, вот уже я и не знаю, есть ли смысл туда ехать. Есть там это рабочее занятие или нет? Действительно, стоишь и не знаешь. Здесь вообще все вот так вот. Ты когда нажимаешь что-нибудь на телефоне, ты не знаешь, куда ты приедешь. Я уже показывал, что здесь творится с точками аренды, да. Навигатор приводит, а аренды нету. Это, кстати, вот на этой же точке было, здесь недалеко. Ее просто выпилили, а как убрать это с телефона, понятия не имеют. То же самое с рабочими занятиями. И вот следующее, пожалуйста. Выбираем. Я выбрал работу водителя автобуса. Приезжаем, а ее здесь нету. Точка на карте есть, навигатор приводит, в телефоне все есть, а работы нету. Даже бота нету, здесь не с кем даже взаимодействовать. Ее просто, в принципе, нету. Ее тоже вырезали, но вот как это сделать грамотно, чтобы не гонять людей просто так по проекту, понятия не имеют. Что за подход такой? Вот я не знаю. Ну и в общем-то ладно, пробуем двигаться дальше. Но вот опять, а куда двигаться дальше? Во-первых, у меня в телефоне осталось в списке всего две профессии. Инкассатор и дальнобойщик. Но если они принадлежат GTA Red Edge, то вряд ли чем-то нас это удивит. Но опять, а есть ли смысл туда ехать? Есть ли они на этих местах? Бог его знает. Ладно, переходим к карте. И здесь на карте пытаемся найти рабочие занятия, которые принадлежат уже этому проекту и этим разработчикам. Таких я нашел несколько. И выдвигаемся на одну из них, которая называется Строитель. И в общем-то это уже не Red Edge. Потому как это, ну по крайней мере, я не буду говорить, что это украдено, может быть позаимствовано. Но это, этот объект, который вы сейчас видите, взят с проекта GTA RP.com. Я его как-то показывал. Именно вот этот объект. Сейчас вы это видите. Одно и то же. Не знаю, как они это позаимствовали или просто выпилили с той сборки. Не знаю. Ну, в общем, вот так вот это выглядит. Ну, а само рабочее занятие, ну, оно такое себе. Единственным, наверное, плюсом этого рабочего занятия, можно сказать, что вам опять дают белые штаны, как у электрика. И оно, наверное, не принадлежит ни Red Edge сборке, ни GTA.com. Как ни странно, да? Хотя объекты взяты оттуда. Рабочее занятие выглядит вот таким вот образом. Работать надо на двух уровнях. Кстати, вот непонятно, где-то бывают белые метки, а где-то красные. Хрен его знает. Два вида работы. Первая работа, это мы берем какой-то мешок. Так как он его несет, такое впечатление, что мешок с дерьмом. Спрыгиваем вниз. И, слава богу, что мешок не пропадает. Типа выкидываем, да? Заметьте, какая анимация была красивая. И второе рабочее занятие на этом же строительном объекте, это мы несем один кирпич в другой конец стройки. Но уже не меняя уровень. То есть, на этом же уровне просто проходим в другой конец. Опять, смотрите, какая анимация. Бамс. Вообще, с анимациями проблема на этом проекте. И посадка-высадка с транспорта тоже происходит каким-то странным способом. Бамс, видели, какая реакция у него, как у мангуста. Ну, в общем, вот такое вот занятие. Ничего про него хорошего сказать не могу. Ну, и что? Ну, занятие как занятие. Единственное, что мне не очень нравятся вот эти резкие анимации. Ну, а так, в принципе, что? Ходим и ходим туда-сюда. В общем-то, вот и вся работа. Давайте переходить на следующую. Да и к тому же аренда мопеда скоро закончится. А бегать и искать с этой навигацией следующую точку аренды мне, ну, совсем не хочется. А следующим рабочим занятием с помощью карты уже, а не телефона, я нашел работа, называется, уборка штата. В общем-то, это и есть та самая работа, про которую я говорил в самом начале ролика, на которую я заходил посмотреть. Но выглядела она у них раньше по-другому. Во-первых, стоял снежный мод, и эта работа называлась уборка штата. Ездила машинка с ковшом впереди. Но никакой анимации не было, ковш был просто для антуражности. Ничего такого не происходило. В общем-то, сейчас убрали снежный мод и поставили вот эту вот машину. Это обычный самосвал. И называется работа уборка штата по-прежнему. Но ничего вам убирать не предстоит. Вы просто садитесь в машину, которая называется самосвал, в которой что-то уже лежит, и ездите по синим меткам. Вот и вся уборка. Как это вот объяснить или, ну, я не знаю. Ну, почему-то это называется вот уборка штата. Работа уборка штата. Я не знаю, что мы убираем. В общем-то, вся работа это вот ездить на самосвале по синим точкам. Такой, я бы сказал, наверное, круг надо сделать. Круг достаточно здоровенный по этим синим меткам поездить. И вернуться сюда же обратно. Вот это и называется уборка штата. Как я и сказал, раньше это была машина с ковшом и стоял снежный мод. Просто по тем же синим точкам, один в один, маршрут не поменялся. Мы ездили на траки поменьше с ковшом. Вот и вся работа, в общем-то. Но называется это уборка штата. Уж судите сами, похоже это каким-нибудь образом на уборку или нет. Да и в принципе данное рабочее занятие это просто езда по триггерам. Поэтому название здесь можно придумать какое угодно. Там, проветривание залежавшегося мусора. Экскурсия старья по городу. Ну, чего угодно, то и называйте. В общем-то, смысла это не изменит. Мы просто тупо на грузовике ездим по меткам. И в конце эти метки заканчиваются и надо ехать по новой. Вот такая вот работа. Антуражности и какой-то атмосферности я здесь не увидел. На мой взгляд, ну, название даже не подходит к тому, что мы сейчас видим. Лучше бы уж, наверное, тогда и не меняли транспорт. Машина с ковшом хоть как-то, но была похожа на уборочную. Ну и ладно, переходим к следующему рабочему занятию. Ну, только вот пока я проветривал старый грузовик с мусором по улицам Лос-Сантоса, моя аренда мопеда закончилась. А ближайшая арендованная станция, где есть какой-то транспорт, скорее всего, мотоциклы, потому что машин я здесь не нашел вообще. Видел мотоциклы, но машин не было. Она находится в центре города, рядом с мэрией. Ну, а там же, в общем-то, находится и магазин техники. Я решил, что я устал бегать по проекту в поисках, где бы взять себе мотоцикл или машину, и решил купить автомобиль. Ну, и вот таким вот образом выглядит магазин. Но надо сказать, что магазинчик выглядит неплохо. Прикольная зданица, все сами видите. Ну, и вот весь список автотранспорта, который здесь есть. Честно говоря, уже на тот момент мне листать его полностью совсем не хотелось. Настолько я побегал в поисках, где мне взять транспорт, что на момент, когда я пришел в автосалон, мне уже не хотелось листать. Поэтому я быстренько взял приору, и будем дальше ездить уже на ней. Про магазин же я уже сказал, что достаточно прикольно выполнен. Такие вот есть открывающиеся ворота автоматические. Ну, а сама машина, я думаю, вы ее уже видели. Моделька сделана красиво, здорово, замечательно. То же самое можно сказать и про внутренние отделки тоже. Достаточно прикольно сделана машинка. В общем-то, на ней мы и дальше покатаемся. Ну, а следующая наша работа, работа, которая, в общем-то, поставила меня в тупик. И когда я заходил сюда впервые, она поставила меня в тупик и сейчас. Работа называется «Мусоровозчик». Я не уверен, что есть такое слово «Мусоровозчик», но вот так вот она называется. Выбрано вот такое достаточно антуражное место. Все, в общем-то, пока идет так, как должно идти. Подходим к боту, который называется «Начальник». Устраиваемся и дальше идем на надпись «Взять мусоровоз». Но почему-то в момент, когда мы берем мусоровоз, у нас появляется форма инкассатора. Это инкассатор. А машины, мусоровоза, нету. Я обходил здесь все. И в прошлый раз заходил, я не понял. Но я подумал, что проект просто недавно открылся, еще не доделано что-то. И поэтому я и ушел отсюда. Но вот прошло уже много времени, а машины-то так и не появляются. Что делать, я вот на самом деле и не знаю. Что за работа, на которой нету машины. И форма инкассатора, а называется «Мусоровозчик». Что за работа инкассаторовозчика, я не знаю. Что это, как назвать эту работу. Но мне захотелось посмотреть, что. Тем более, что метка на карте сразу же загорелась. После того, как я взял какой-то мусоровоз, которого нету. Я поехал на эту точку. И да, действительно, точка тоже подобрана антуражно. Стоят мусорные бачки. Надо сказать, что я проехал не по одному месту. Я проехал по трём или по четырём точкам. Точки, я вам скажу, дальнобойщик отдыхает. Я побывал и в Палета, и в пригороде Палета, и где я только не был. Пробеги по 15, 13, 10 километров. Ну, а выглядит это вот таким вот образом. Я думаю, что если бы был мусоровоз, вот этот мешок, который появился у меня в руках, я, наверное, должен был положить в мусоровоз. Но мусоровоза нету. Поэтому вот. Насколько я понял, это просто переделанный мод, не мод, а скрипт инкассатора. Поэтому и одежда осталась оттуда. Инкассатор точно так же носит мешки с деньгами. Ну, а здесь они хотели сделать мусоровозчика, который возит мусор. И заменили мешки мусорные на мешки денежные. А так все осталось то же самое. Точка, ты приезжаешь, у тебя появляется мешок, едешь на следующую точку, и так 10 или сколько там, 15 точек. Но только вместо того, чтобы в конце инкассатор едет, получает новые деньги, на этой работе ты едешь и утилизируешь мусор. А так это все тот же самый скрипт. Вот отсюда и униформа инкассатора. Ну и уж чтобы не быть голословным, пожалуйста, давайте зайдем на работу инкассатора, которая принадлежит редежевской сборке, устраиваемся, подходим на такую же метку, как и на предыдущей работе, нажимаем да, и вот вам, пожалуйста, та же самая форма и тот же самый, ну практически тот же самый мешок. Только вот в предыдущей версии работы мусоровозчика разработчики не смогли победить версию с машиной. Там машины так и нету. А соответственно, можно сказать, что и рабочего занятия без машины тоже нет. Ну а мы двигаемся дальше. И следующее рабочее занятие, это вот просто целиком и полностью локация взята с проекта gta.rp.com. То же самое я говорил про строительную площадку. Там взяли бытовку оттуда, а здесь целую локацию просто выпилили из проекта gta.rp.com. Ну только в отличие от того проекта, здесь она работает кривенько. Вот я подошел, устроился, как вы видите, поменялась одежда, появился курсор и все. И на этом вот я замер. Курсор есть, а движений никаких сделать я не могу. Вот таким вот образом она здесь работает. Ну поможет только перезаход. И после перезахода отправляемся в каменоломню, как это было на проекте gta.rp.com. Вам надо бегать по трем точкам и собирать камни. Потом эти камни относить в отдельный триггер, который стоит за каменоломней. Ну вот как работает здесь? Во-первых, посмотрите, да? Нету красного кружочка. Никакого кружочка нету, да? Нету маркера. Взяли камень, поворачиваемся, камень исчез. Что сейчас произошло? Хрен его знает. Ладно. Двигаемся на следующий триггер. И он уже красный. Тот был белый, этот красный. Ладно, идем на красный. И здесь опять-то идет анимация. Анимация взята тоже с gta.rp. Ждем. Но камень не пропадает. Блин. И вот так вот вообще должна работать эта миссия. Мы заходим в каменоломню, рубим камень, берем его и несем его вот в такой вот огромный триггер. Но здесь это работает каким-то абсолютно непонятным образом. Заходим на ту же точку, но триггер уже красный. А до этого он был белый. Берем камень, и камень исчез. Как это работает, я, честно говоря, так и не понял. Он то исчезает, то не исчезает. То надо долбить, то надо носить, то он исчезает. То белый триггер, то красный триггер. Я не понял, как это работает. Поэтому не знаю даже, как и комментировать данную работу. Не знаю. Пойдемте лучше дальше. А дальше у нас фермерские угодья. И на этой локации существуют два рабочих занятия. Одно легальное, другое нелегальное. Начнем с нелегального. Это сбор листьев коки. Устраиваемся вот в таком вот месте, перебегаем поле, и здесь тут же растут те самые листья коки. В общем-то здесь претензий никаких нет. Достаточно интересные растения посажены. Какие-то, ну я не знаю, я не наркоман, не знаю, как выглядят листья коки. Но какие-то растения есть и есть. В общем-то, ходим по триггерам. Они белые, невзрачненькие. Нажимаем букву Е, идет взаимодействие. В общем-то здесь все достаточно прилично сделано. Антуражно, так красиво. Ну, я бы, например, все-таки это убрал с глаз долой, потому что все-таки это нелегал. И вот в таком вот открытом поле это не очень хорошо выглядит. Ну, и единственное, что надо достаточно далеко возить, вот в такое вот местечко и здесь продавать. А инвентарь забивается очень быстро. Другое занятие, вот о котором я не могу сказать, в принципе, ничего хорошего. Это скотоводческая ферма. Чтобы нам получить молоко, вот здесь написано, чтобы получить молоко, нужно посадить три клевера. Вот именно три клевера. Да, таблички мелкие, но я их не буду увеличивать, потому что, ну, так задумали разработчики. Значит, считается, что эти таблички достаточны для того, чтобы можно было прочитать. Надо поехать в магазин, который находится здесь же, недалеко, и купить три клевера. Семена клевера. И тут даже важно не количество три клевера, я все время это повторяю, а еще его цена. Цена одного семени клевера стоит 400 долларов. Это надо запомнить. Надо три клевера, стоит одно зерно 400 долларов. За одно. То есть на три надо, соответственно, 1200. Я взял для пробы два. Наивно полагая, что мне этого хватит. Я думал, одно зерно и три клевера вырастет. Нет, сажаем вот такой вот, почему-то сухостой, ничем не похожий на клевер. И вот, видите, я сажаю второй, и у меня все кончается. То есть больше у меня ничего нет. Но я съездил, съездил в магазин и еще докупил. Просто для того, чтобы убедиться, что действительно одно семечко, а один вот этот сухостой, который они почему-то называют клевером. Не знаю, погуглили бы хоть, как выглядит клевер. Ну ладно, ждем более 10 минут. Как я ранее и сказал, я съездил и еще докупил зерен. Каждое зерно стоит 400 долларов. Для кормления одной коровы нужно три клевера, соответственно, три зерна. 1200 надо потратить. Ну вот такой вот урожай у меня в результате получился. Тут можно, наверное, заметить на анимацию подбора этого урожая. Все сделано очень красиво. Заметьте. Раз и все. Вот такая вот анимация. Ну и ладно. Бог с ним, с этой анимацией. Ну не умеют добавлять, так не умеют. Бог с ним. Дело в том, что сколько сажать-то непонятно. Вот я посадил вот какое-то количество, да. А оно мне даже в инвентарь не поместилось. Видите, выскакивают таблички. Инвентарь заполнен. То есть я даже не знаю сколько. Кстати, вот здесь-то клевер нарисован правильно. Далее идем к корове. Ну и, естественно, тратим три клевера, выращенных вот этих вот сухостоев, чтобы она дала молоко. Ждем еще три минуты. Пока корова даст молоко. Пока идут эти три минуты, вы не можете взаимодействовать больше с одним триггером. Просто ходите, а таймер идет, идет, идет. Можно кормить только одну корову. То есть покормили, ждем. Ну даже и это не самое главное. Я прождал два цикла. Я два раза кормил этих коров. То есть у меня в результате получилось два молока. И потратил я шесть семян, шесть клевера. Вот результат. Каждые три клевера, одно молоко. В результате у меня два молока. Ну что ж, поехали их продавать. Вот сейчас будет выхлоп. Ну и напомню, что вырастить шесть кустов клевера и получить два молока, я потратил 2400 долларов. Смотрите, сколько в результате выхлоп. И эту табличку я даже увеличу до нужных размеров. 200 баксов. 200 баксов. За хрен знает, сколько потраченных денег и времени. Это пипец. Это, ну вот, что за гениальность. Что за гениальность? Кто это рассчитывал? Я просто в шоке, блин. Я не знаю, как мне дальше это комментировать. Я потратил 2400 и час времени для того, чтобы выхлоп у меня был 200 долларов. Бред. Вот бред, какой он есть. Больше сказать нечего. Да, в общем-то, нечего сказать и в целом больше о проекте. Все рабочие занятия, ну, за исключением, может быть, работы дальнобойщика, я, в принципе, показал. Здесь еще есть какая-то частная занятость, потому что продаются грузовики. Но вот как это выглядит, мне уже, честно, не хочется даже и заниматься, и смотреть. До того же, что грузовики еще стоят каких-то неподъемных денег. Ну, а зарабатывая вот так на ферме, я думаю, это никогда не случится. Поэтому, наверное, даже показывать это я и не буду. Ну, а если в целом говорить о проекте, то я, наверное, даже и не... У меня нету даже слов, как характеризовать данный проект. Но, наверное, я выражусь следующим образом. И если вы постоянный зритель моего канала и ищете какие-то новые проекты, может быть, что-то хотите посмотреть, то, наверное, пройдите мимо. Пройдите мимо, посмотрите что-нибудь еще. Не стоит того, чтобы тратить время именно вот здесь. Ну, это мое мнение. Ну, а если вы случайный гость, это хороший проект. Заходите, играйте, получайте удовольствие. Ну, а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел. И всего вам доброго. Продолжение следует...